всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня опять о безопасности вы уже установили пароль на вход в bios сделали синхронизацию файлов с облаком и backup системы что еще на самом деле много что еще на сегодня мы поговорим о полно дисковом шифрование то есть о внешней программе которая шифрует весь диск или отдельные файлы на вашем компьютере и никто кроме вас не сможет получить ним доступ когда мы говорим о внешней программе мы подразумеваем windows mac os и linux есть встроенные программы для шифрования и так идем на сайт вера крипт complex.com и качаем программу вера крипт во первых потому что она лучше и во вторых потому что бесплатно и в третьих потому что в названии есть слово вера скачали устанавливаем установили тут можно что-то пожертвовать разработчикам запускаем программу на рабочем столе появилась иконка вера крипт на самом деле тут есть еще вера крипт экспенда вам она не нужна вам нужно это сразу меняем язык на русский но это для тех кто не очень дружит с английским и дальше нужно нажать кнопку создать том он нам предлагает просто файловый контейнер не системный диск или диск системы что это он может создать либо просто контейнер куда вы сможете загружать свои важные файлы ну то есть сами будете выбирать что шифровать либо можно зашифровать весь диск либо диск системы то есть тот на котором у вас стоит Windows. Что лучше? Не знаю. Если у вас ноут, точно шифруйте системный диск. У меня компьютер стоит дома, я сделаю просто контейнер. Тем более, что действия во всех случаях схожи, а контейнер создавать чуть сложнее, но интереснее. Итак, обычный или скрытый. Что это? Он может создать просто контейнер или скрытый контейнер. То есть контейнер в контейнере. Внешне это будет один файл, если даже вас вынудят отдать от него пароль, вы можете отдавать. Зайдут, скачают информацию и снимут утюг с живота. А на самом деле вся по-настоящему ценная информация будет внутри файла в секретном хранилище и до нее не доберутся. Так как для скрытого контейнера используется другой пароль. Сейчас мы создадим простой контейнер. Итак, далее. Выбираем место, где разместить контейнер. Внешне это будет просто файл, поэтому маскируйте его, насколько хватит фантазии. Выбираем любую папку и создаем файл с любым расширением. Скажем, МКВ. Контейнер для видеофайлов. В МКВ видеофайлы могут быть любого размера, а значит нам он вполне подойдет. Размер тома. Независимо от того, сколько реально места займут ваши зашифрованные файлы, Veracrypt выделит под контейнер тот объем, который вы тут укажете. Я выбираю 9 гигабайт, значит 9 гигабайт от диска отрежется. И если я зашифрую только один из 9, то вроде жалко место. Поэтому выбирайте примерно тот объем, который вы сможете занять. Генерируем пароль. Программа советует не меньше 20 символов, но при этом пароль периодически придется вводить. В целях безопасности лучше его никуда не записывать, а запомнить. Значит он все-таки должен быть не очень сложным. Программа предупреждает, что символов мало, но все равно соглашается с нашим выбором. Будем ли мы хранить большие файлы, больше 4 гигабайт? От этого зависит выбор файловой системы. FAT или XFAT. Предположим, будем. На самом деле здесь вы можете поменять файловую систему. Все, теперь такая забавная история. Вы начинаете хаотично перемещать мышь. Программа из этих движений создает ключ. И когда полоса становится зеленой, можете останавливаться и размещать том. Процесс пошел. У меня он занял примерно 2 минуты. Все, выход. Как теперь работать с контейнером? Заходим в программу. Выбираем имя тома. Veracrypt создаст новый диск под этой буквой, как если бы вы подключили флешку. Находите файл контейнера. У нас это Leviathan.mkv. И нажимаете смонтировать. Вводите пароль, он монтирует, и у вас появляется новый диск под литерой J. Это обычный диск размером 9 гигабайт. Вы можете копировать на него файлы, и все, что вы на него скопируете, будет зашифровано и спрятано. Вы можете удалять оттуда файлы, делать все, что угодно, до тех пор, пока не нажмете размонтировать. После этого диск пропадет, и на компьютере не останется и следа каких-то там особо ценных файлов. Ну вот еще одна линия обороны вашего компьютера выстроена. Теперь вы можете спать еще спокойнее. А если проделать еще несколько шагов, выстроить еще несколько линий, вы будете спать так спокойно, что и просыпаться не захочется. Но об этом в следующих выпусках. Все, любите друг друга, и пусть вам приснится море. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео, и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok